Вы, наверное, замечали таких людей, которые имеют репутацию как правдивого и искреннего человека и предпочли бы смерть вместо того, чтобы нарушить своё обещание. Теперь представьте, если даже у человека обещание имеет такой высокий статус, какой статус имеет обещание у Аллаха? Он тот, кто описал себя как Аль-Хак, истинный, Аль-Бар, благодетельный, Аль-Карим, щедрый. Как вы думаете, как он поступает со своими обещаниями? Вот что он отвечает в Священном Коране. Воистину, Аллах не нарушает своего обещания. Также Аллах говорит, обещанное вам однозначно истинно. В другом аяте Аллах говорит, незамненно то, что вам обещанное, непременно свершится. Субханаллах! Почему же люди нарушают свои обещания? Дело в том, что они либо с самого начала врут, либо впоследствии не способны выполнить обещания, данное ранее. А истинная причина тому, почему Аллах всегда хранит свои обещания? Во-первых, Аллах причист от лжи, и, следовательно, ложь с его стороны невозможна. Во-вторых, Аллах способен на всякую вещь. Поэтому вероятность неспособности выполнить обещания также исключена. Вот почему Аллах говорит, кто выполняет свои обещания лучше, чем Аллах. И, конечно же, очевидный ответ – никто. Вместе со сказанным ранее рассмотрим некоторые обещания Аллаха в Коране. Первое из них. Аллах обещает благоприятную и счастливую жизнь тем, кто соблюдает его религию внешне и внутренне. Человечество никогда ранее не имело столько средств комфорта и благополучия, как оно имеет сейчас. А также человечество никогда ранее не владело таким количеством знаний о Вселенной, как сейчас. И освоение природных ресурсов достигло небывалого высокого уровня. Главная цель и задача всего вышеупомянутого является благополучное жизнь и ментальное счастье. И они не были отдалены от нас никогда ранее так, как сейчас. Вы, вероятно, согласитесь со словами, что 21 век научил человека летать в воздухе словно птицы и плавать в воде словно рыбы, но не научил ходить по земле, как счастливый и умиротворённый человек. Большинство из нас не знают этого. Множество различных факторов, но в исламе есть один ключевой, с помощью которого открываются двери к счастью. Где найти этот ключ? Всевышний Аллах говорит. Он простил грехи и исправил положение тех, которые уверовали, совершали праведные деяния и уверовали в истину, неспосланную Мухаммаду от их Господа. Также Всевышний сказал. Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, мы непременно одарим прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из того, что они совершали. Если кто-либо верит, что может найти счастье в чём-либо, помимо послушания Всевышнему, то его мысли и ожидания относительно Аллаха ужасны. «Сделай это своим обязательным правилом, дорогой брат и сестра. Утомление твоей души зависит от того, насколько ты приблизился или отдалился от Аллаха». Это и является причиной, почему пророк Муса мир ему во время сафара в поисках хидра мир ему сказал своему рабу принести пищу, так как они устали и были изнурены. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, что Муса мир ему устал только в тот момент, когда прибыл в то место, куда ему было велено. Ему было велено Аллахом дойти до одной местности для встречи с определённым человеком. Он устал и остановился именно в тот момент, когда дошёл до нужного места. Если вы чувствуете, что ваша душа измотана, напоминайте себе, что вы переходите черту, установленного Аллахом, и вам следует остановиться. Второе обещание Аллах приводит в следующем аяте. Аллах Свято на Велик говорит, «Тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, милостиво и одарят любовью ангелов и людей. Мнение окружающих о вас может быть отражением вашего истинного положения». Руцман ибн Афбанда, будет доволен им Аллах, говорил, «Человек может совершать благодеяния или грехи, и Аллах оденет его в одеяние из его дел». Другими словами, Аллах сделает явным то, что вы делаете, скрываясь, независимо, благое это дело, либо греховное. Выявление – это лишь вопрос времени. Третье. Аллах обещает, что сохранит религию до судного дня. Сообщается, что Саубан, да будет доволен им Аллах, сказал, «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Поистине, мой Господь разложил предо мной землю, и я увидел ее с востока и запада. И поистине, моя община получит власть над тем, что мне было показано. И были вручены мне две сокровищницы, красная и белая. Я попросил у своего Господа, чтобы он не погубил мою общину, посылая на нее засуху, которая охватывает всех, и не предоставлять над ними власть врагам, кроме того, который находится в ее собственных рядах, и защитил ее целостность. И поистине, мой Господь сказал мне, «О Мухаммад, если я решил что-нибудь, то это неотвратимо. Я не погублю их, посылая на них засуху, и не предоставлю над ними власть врагам, кроме того, который находится в их собственных рядах, и сохранят они свою целостность, даже если соберутся люди против них из всех пределов земли, но только до тех пор, пока они не начнут губить и пленить друг друга». Как Аллах сохранит целостность религии? Он будет посылать обновителей религии. Согласно хадису пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, каждые сто лет среди мусульман будут появляться люди, которые будут возрождать ислам. Также определенная группа мусульман до Судного дня будут постоянствовать на истине. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Не перестанет существовать группа из моей уммы, которая будет распространять истину, и это продолжится до тех пор, пока не придет повеление Аллаха. Тот, кто уверовал в эти слова, не будет отчаянен, несмотря на всякую враждебность, с которым будет сталкиваться ислам и мусульмане, потому что Аллах не нарушает своих обещаний». Это было третье обещание. А четвертое – это воскрешение после смерти. Всевышний Аллах говорит, «Клянусь небом с созвездиями и клянусь обещанным днем». Ибн Джарир, ссылаясь на Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, сказал, «Это будет день, когда будут собраны люди, это будет день, когда все будут присутствовать». Пятое обещание – тем, кто оставил греховное и выбрал благое. Это обещание оказывает сильную поддержку и утешение, особенно молодым людям, борющимися с характерными для них зависимостями. Они знают, что эти действия отдаляют их от Аллаха и от счастья в следующей жизни. От Абу Катады и Абу Аддахмы передается, что однажды они посетили одного бедуина и спросили его, «Слышал ли ты что-либо от пророка?» Тот сказал, «Я слышал, как он да благословит его Аллах и приветствует, говорил, «Поистине, что бы ты ни оставил ради Аллаха Всевышнего, Аллах обязательно тебе это заменит тем, что лучше для тебя». Это и есть обещание. Если вы оставите ради Аллаха харамные отношения, то Аллах одарит вас прекрасным и дозволенным. Если вы оставите харамный бизнес, то Аллах даст вам возможность дозволенного заработка. Также замена может прийти чем-либо другим, как, например, за оставление запретного, Аллах может воздать хорошее здоровье вашим детям. Аллах лучше знает, в чём для нас благо и в чём мы нуждаемся, сами того не осознавая. Прими отважное решение, оставь с этого момента запретное, и Аллах направит на тебя благую замену. И последнее обещание – исходом терпения является рай. Существует три вида терпения, которыми должен обладать мусульманин. Первое – терпение в послушании Аллаху, когда верующий непреклонно продолжает исполнять предписанные ему Аллахом обязанности. Второе – терпение в отказе от греха, когда верующий не идёт на поводу шайтана и своих собственных желаний и остаётся верным Аллаху. Третье – терпение в предначертанном, когда верующий терпеливо переносит всё то, что было ниспослано Аллахом. Проявлять терпение в этих делах является трудным, но это то, что ведёт человека в рай. Это обещает Аллах. Давайте послушаем аят, который даёт утешение сердцам. «В раю они получат всё, что пожелают, они останутся там навечно. Твой Господь взял на себя это обещание, о чём верующие просили. Да сделает нас Аллах из числа тех, кто переносит предначертанное им с терпением и проявляющим терпение в отказе от запретного и выполнении обязательного». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова